Об этом и не только будем говорить далее. Олег Пастернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки. С нами на связи. Здравствуйте. Добрый день. К интервью президента Украины мы еще обязательно вернемся. А сейчас хочу начать наш разговор, так сказать, горячей новости. Заявление Пентагона. Если Кандер присоединится к войне, новых ограничений на использование Украиной американского оружия не будет. Вот вопрос. А что со старыми ограничениями? Их тоже снимут? И что значит присоединение к войне? Мы знаем, что солдаты Кандер, по данным многих разведок, уже на территории России. Да, безусловно. Сейчас в западной прессе, в западных аналитических кругах развернулась дискуссия о том, какой должна быть и может быть реакция с Запада. Тем более, что сегодня генеральный секретарь Маку Рюты, НАТО, подтвердил факт присутствия северокорейских войск на территории Курской области и их участие в боевых действиях против вооруженных сил Украины. Реакция с Запада – это определенный тест на то, насколько реалистично западные страны понимают суд происходящего сейчас в евразийском материке. И вариант может быть несколько. Первое – разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием по территории Российской Федерации. Это участие стран НАТО, например, Польши и Румынии в защите воздушного пространства Украины, части регионов Украины от российских ракет и дронов. Это, скажем так, резкое изменение политики Южной Кореи в плане предоставления военной помощи воюющим государствам. Я напомню, что Южная Корея обладает одним из самых больших арсеналов боеприпасов. И военная кооперация Украины и Южной Кореи стала, скажем так, спасательным кругом для технического сопровождения боеприпасами позиций вооруженных сил Украины. Вот эти три варианта сейчас на слуху. Что могут сделать западные страны и их союзники в Азии в ответ на угрозу безопасности, подливание масла в огонь, теперь уже оси зла. Москва к химиям. Ну то есть, что должно быть толчком, как вы думаете? Именно то, что северокорейские войска уже будут воевать в Украине, перейдут границу? Или что может подтолкнуть к этим решениям? Я думаю, да. Для Запада момент возможного перехода участия северокорейских войск на суверенной признанной территории Украины в боевых действиях, это точно должно стать точкой невозврата. Поэтому Путин и действует осторожно. Ну, он же не направляет пока северокорейские войска на территорию, например, Донецкой и Уганской, Запорожской, Херсонских областях, где идет линия фронта. Он направляет их на территорию Курской области, которая является суверенной частью Российской Федерации, на которой тоже идут боевые действия. Поэтому в этом плане он смотрит на реакцию Запада. Если она будет млявой, если она будет осторожной, если она будет маневренной, гибкой, то Путин пойдет дальше. И мы увидим северокорейские войска, в том числе на территории Донбасса. Сейчас, насколько оперативно, быстро, уверенно, сильно отреагирует Запад, зависит дальнейшая эскалация уже со стороны и Москвы, и Пхеньяна одновременно. Вот вы уже вспомнили сегодняшнее заявление генсека НАТО, который подтвердил втягивание войск НДР на стороне России в войну против Украины, что подразделения были развернуты в Курской области. И вот Марк Рютте заявил, что это значительная эскалация и знак отчаяния Путина. Согласны ли вы с таким мнением, что это вот знак отчаяния Путина? И что будет дальше? Будут ли более большие пакеты военной поддержки или быстрее эти решения будут приниматься? Нам бы хотелось, чтобы были расширенные пакеты поддержки, и в том числе среди азиатских стран. Повторюсь еще раз, если Южная Крыма разморозит военное сотрудничество с воевающими странами, у них это должно быть принято официальными властями решение, поверьте, это будет уже важнейшим моментом усиления Украины. Что хочет Россия и что достигает Путин? Ну, во-первых, Россия это не безысходность, я не согласен. Это попытка удержать, продолжить пролонгировать тактику мясных штурмов и успешного, мясного, вы простите за этот термин, давления на поле боевых действий с помощью личного состава, с помощью количества. Путин крайне понимает, что эта тактика успешная. Один, два, три километра в день выгрызается такой ценой, и оно приносит ему определенный успех. Почему бы эту тактику не продолжить? Ну, теперь уже ценой молодых северокорейских ребят, кстати, по-моему, западные издания писали сегодня, что там в основном до 20 лет, выше чуть-чуть 20 лет молодые ребята, понятное дело, многие из них вообще не имеют представления о ведении боевых действий на равниной территории, а не на горской, горной, на территории Северной Кореи и так далее. Вторая цель России – это заставить США сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, скажем так, понять, что в дальнейшем северокорейские войска, они могут оказаться и расквартированы на линии соприкосновения с Южной Кореей, там могут быть какие-то военные инциденты, а Южная Корея для Соединенных Штатов Америки является ключевым союзником, более важным на уровне союзничества с Израилем, на уровне союзничества с Японией. Ну и подорвать, таким образом показать, точнее, что Россия хочет показать, что она масштабирует конфликт, она растягивает войну, она материализует ось зла, и в принципе она генерирует еще больший страх Третьей мировой войны, потому что этот образ виртуальный, пока Третьей мировой, он сильно проникает в массовое сознание европейского обывателя, он влияет на то же, на страхи войны, на то, что, а может быть, стоит остановить поддержку Украины, да, то есть, а может быть, европейцы должны думать, что стоит повременить, может быть, стоит все-таки склонить Украину к миру и остановить эту, в центре Европы, этот катаклизм военный. Вот задача Путина более шире, не просто физическое участие боевых подразделений Северокорейской армии или спецназа, а в том числе действия, связанные с информационно-психологическим влиянием. Путин хочет достичь психологического эффекта. Вот он дарит страх Третьей мировой войны сейчас Западу. Ну и должен быть ответ со стороны западных стран. Вот по поводу Южной Кореи. Президент этой страны ранее заявлял, что может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине в зависимости от того, насколько тесно Россия будет сотрудничать с Северной Кореей в военной сфере. Мы знаем, что министр обороны США в среду будет встречаться в Вашингтоне с министром обороны Южной Кореи. Как думаете, будет ли этот вопрос там обсуждаться? И услышим, возможно, уже в среду какие-то решения от Южной Кореи? Мне кажется, будет обсуждаться и будет положительное решение от Южной Кореи. И я объясню, почему. Скорее всего, Запад захочет представить это решение, позитивное решение Южной Кореи, как своеобразный от себя ответ в отношении действий России и Северной Кореи на фронте и соучастия их, да, и создания вот этого стратегического военного партнерства. Потому что на более другие решительные действия, например, перед разрешением дальнобойным оружием, США пока еще точно не готовы. Ну, по крайней мере, до 6 ноября это решение вообще вряд ли будет обсуждаться снова и снова. И в том числе защита воздушного пространства с соседями Украины тоже витает пока лишь, знаете, на устах журналистов и военных экспертов, не более. Я не уверен, что на уровне столиц, ключевых западных столиц, вот сейчас могут позволить себе какие-то решительные действия. Хотя опять идут намеки на необходимость, например, вернуться к инициативе Франции по поводу направления военного персонала на территории Украины, западных стран. И военного персонала западных стран на территории Украины. И вот эта дискуссия, возможно, сама, хотя она и положительна, но, к сожалению, как мы видим, пока она не приводит к тем результатам, которые важны для Украины. Тем не менее, Южная Корея может принять такое решение, и оно будет абсолютно адекватной этой ситуации. Для Украины это огромный плюс. Мы получаем возможность поставок для боеприпасов, которые просто катастрофически необходимы сейчас на всех направлениях. Локальных участков фронта. Давайте вернемся к интервью президента Зеленского. Вот пример Индии, МОДИ, может повлиять на окончание войны России против Украины с помощью блокировки российской экономики, энергоресурсов, оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил Зеленский в интервью Times of India. Также допустил возможность проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии. Действительно ли МОДИ способен приблизить завершение войны? Каким образом он может это сделать? И главное, пойдет ли он на то, чтобы принять меры для блокировки российской экономики? Ну, нужно ответить сперва на вопрос, зачем это Индия, в плане интереса в этой стране. Для Индии это вопрос международного престижа. Индия хочет разыграть карту и свою глобальную позицию на новом уровне. Индия превращается в нового азиатского экономического тигра, который может составить конкуренцию Китаю. Тем более между Китаем и Индией после Казани, после саммита БРИКС, удалось сдвинуть с мертвой точки решение межтерриториальных проблем. И в таком отношении Индия для закрепления своей глобальной карты, позиций, желания, амбиции, она, безусловно, могла бы стать теоретически площадкой для ведения таких переговоров. Но это не новая мысль. Она возникла еще после первой встречи в МОДИ с Зеленским уже в Киеве. До этого такие мысли в телефонных разговорах между МОДИ и Зеленским обсуждались, я уверен. Но прежде всего нужно понимать, что Индия готова идти на компромиссные какие-то треки, лишь если увидеть со стороны России определенную направленность, со стороны России определенную склонность к миру, а не к каким-то фамильярным заявлениям и очередной казуистикой в виде стамбульских соглашений, в виде географии конфликта по факту, географии войны и так далее. Мне кажется, даже индийское руководство совершенно отдает себе представление о нерациональности позиции Российской Федерации. Тем не менее, Индия присоединилась к инициативе «Друзья мира». Индия балансирует. Она понимает, что в Российской Федерации находятся дешевые энергоносители, которые позволяют Индии делать экономический рывок в том числе и конкурировать с Китаем и с его экономически-экспансионистскими планами. Но у Индии, конечно, больше репутационных образов, реально более нейтральной страны, нежели, например, у Китая, который слишком погряз в вот этой скрытой военном техническом сотрудничестве с Российской Федерацией и с политической поддержкой, по сути, Путина, которую периодически Сизиньпинь высказывает. Саммит БРИКС в Казани состоялся он на прошлой неделе и провалился, а некоторые из лидеров не захотели пачкаться Путина. Это тоже заявление президента Зеленского в том же интервью «Таймс оф Индия». И вот по мнению главы государства украинского, российский диктатор стремится разделить мир на условные «Запад плюс» и на «БРИКС плюс». И на сегодняшний день Путину не удалось это сделать. Что, по-вашему, показал этот саммит в Казани и, главное, был ли там хозяином Путин? Я думаю, что там хозяином был Сизиньпинь. Это было заметно и по встречам, и по поведению. Отсутствие президента Бразилии, кстати, надо согласиться с нашим президентом Зеленским в его оценках саммита БРИКС, тоже существенно ударило по антуражу на этом саммите. Но ключевая вещь, в чем, собственно, произошел провал на саммите Путина, задача Путина превратить «БРИКС плюс» в некую антизападный рупор стратегического характера. Но такие страны, как Рабские Эмираты, например, это новые участники «БРИКС», Египет, Саудская Аравия, которая приглядывалась вроде бы и в «БРИКС», вроде бы и в «БРИКС», они считают такое поведение Путина токсичным. Они не хотят связывать себя с организацией, которая просто выстраивает политический антизападный курс и тем самым угрожая позициям этих же всех стран – Египта, Арабских Эмиратов, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии и так далее. Это не тот уровень, и Путин получил провал в этом отношении, потому что даже Китай, который понимает, что в принципе у него необходимо выстраивать некий такой диалог с Западом хотя бы в торгово-коммерческой сфере, но это также не есть выгода ключевая. В этом отношении я думаю, что есть один положительный для Украины сигнал после этого саммита «БРИКС». Многие страны глобального юга, этот саммит в Казани станет маркером, точкой отсчета того, что они должны понять, что если они хотят объединиться на какой-то торгово-экономической площадке, на собственной основе, то это будет более приоритетным, чем нежели сотрудничество с такими токсическими странами, как Российская Федерация и Иран, кстати, которые рассматривали всегда международные вот эти коалиции, ШООС, БРИКС, исключительно как инструмент для раздражения Запада, для создания на Западе проблем для Запада, в том числе экономических и политических. И вот что-то мне подсказывает интуиция, что страны глобального юга после этого, ну, немного по-другому, по-иному, более осторожнее будут смотреть на Россию в этом отношении. Поэтому почему я сказал, что Си Цзиньпинь выглядел очень достойно, потому что он не предлагал вот этой политической мишуры во время на саммите БРИКС. Он, наоборот, предлагал там расширение торгово-экономических сотрудничеств, в котором, безусловно, есть интерес Китая, но, тем не менее, это тот нарратив, который более удобен, более эффективен и более рационален для многих стран глобального юга, которые могут подтянуться к вот такой площадке. Еще одно заявление Владимира Зеленского, он считает, что приезд Гентека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казани – это сюр, ведь любая нейтральность в войне России против Украины является поддержкой России. Зачем это вообще было Гутерришу, учитывая, что вот на саммит мира он лично не приехал? Поведение Гутерриша вызывает давно уже много вопросов. И, знаете, я рад, что вот эта встреча состоялась, когда Гутерриш раскланяется перед Путиным, улыбаясь, обнимает Лукашенко, присутствует среди там других делегаций части стран, у которых есть большие вопросы по поводу прав и свободы человека и так далее. Он тем самым еще больше и приближает кончину ООН как организации, которая является международным арбитром. Это насколько очевидно и насколько важно с точки зрения того, что подтверждение того факта, что организация объединенных наций мертва, как реально гуманитарная структура, как структура, задача которой была не допускать конфликты, как структура, которая вносит большую лепту в ее разрешение. В этом отношении Израиль, мне кажется, принял совершенно разумное, оптимальное и абсолютно справедливое решение признать Гутерриша персоной нон-грата на своей территории. Какой должна быть реакция Украины? Мы знаем, что визит Гутерриша в Киев отложен. Это было правильное и справедливое решение украинских дипломатов, потому что принимать его после Москвы – это, знаете, мавитон. Если Гутерриш хотел просто очередным образом воспользоваться какой-то посреднической инициативой и привести некое послание от Путина, мне кажется, Украина способна найти более реального игрока. Это посредничество той же Индии, посредничество Турции, которая достигала на определенных этапах своей эффективности. Я имею в виду Турцию из одного из соглашения. Но вовсе не Гутерриша, который своими выходками, мероприятиями, действиями окончательно доказывает, что Организацию Объединенных Наций нужно немедленно реформировать. Ее нужно переучреждать, перестраивать. Реально в дальнейшем посмотрим на то, что еще может представить Организация Объединенных Наций в дальнейшем ради решения российско-украинского конфликта. Давайте далее поговорим о выборах в Грузии. Массовые фальсификации там были зафиксированы. И в Тбилиси сегодня случился масштабный митинг, который созвала оппозиция. Было много людей. Но почему-то этот митинг был краткосрочным. Люди стали расходиться. Как думаете, почему чего-то бояться? Потому что в апреле мы помним, что было по-другому. Ну, смотрите, протестный потенциал любого гражданского общества, он же, это величина, которая измеряется. Измеряется страхами, измеряется наличием лидерства, измеряется фактом международной поддержки иногда, измеряется пассионарным духом, способным опрокинуть. В свое время Саакашвили доказал в 2004 году, насколько грузинская нация тяготит к демократии, к свободе. Возможно, сейчас какая-то часть грузинского общества совершенно не готова к протестной волне и перерастанию ее в революционный эксцесс. Какая-то часть, может быть, стала жертвой медийного влияния правящей партии «Грузинская мечта», которая просто великолепно спекулировала на страхе войны, рассказывая о том, как что будто бы придет оппозиция и немедленно откроется второй фронт против России. А вот мы, «Грузинская мечта», дарим вам возможность продолжить какое-никакое, но стабильное существование. Ну, придется, правда, согласиться с некоторыми законами, которые мы принимаем, речь где-то об законе об иностранных агентах, о семейных ценностях и так далее. Но я думаю, что предел, наверное, осознания гражданским обществом своей самоценности, он еще не наступил. Есть положительные вещи, которые показала избирательная кампания. Первое, что оппозиция проявляет элементы координации и возникает лидерство президента Грузии Саламезу Рубишвили, которая достигла компромисса между оппозиционными партиями, что проявилось в подписании грузинской хартии. Есть наличие консенсуса грузинского общества в поддержке европейской интеграции. Просто грузинская мечта, она же манипулирует европейскими интеграционными ознами. Они даже у себя на логотипе в партии поместили европейские символы. Но по большому счету и честно нужно признаться, что фактически грузинская мечта бывшего российского гражданина Бензины Иванишвили, лидера этой партии, является проксироссийской политической силой, которая скрывает реальное влияние России под, самое интересное, под соусом вот этих европейских сладких лозунгов, будто бы эта партия ведет эту страну в Европейский Союз. Очень важная международная реакция на события в Грузии. Вы видите МИДы Латвии, Литвы, Польши, заявления президента Литвы, на УСЭДы, которые не воспринимают, требуют, скажем, реакции на нарушения и на фальсификации. Президент Грузии Саламеза Рабишвили в своем заявлении и обращении не признала результаты выборов. Ну, помимо конфликта гражданского общества с властью, как мы видим, налагается еще конфликт институциональный между институтом президента и, по сути, нелегитимным парламентом, если его не признают. Сегодня я видел заявление четвертого президента Грузии, кстати, некогда поддерживанного грузинской мечтой, Георгия Мардавашвили, который также назвал выборы спальсифицированными, сказал, что грузинская мечта до 10% голосов могла спальсифицировать. И, возможно, в качестве действия со стороны оппозиции будет отказ от мандатов в этом парламенте. Кстати, мне кажется, это рассматривается как один из вариантов. Проверим впоследствии под тем заявлением, которое могут сделать оппозиционные политические силы. И мне кажется, это будет очень справедливое решение. Но если грузинская мечта считает, что у них большинство, тогда пускай берет на себя полную ответственность и ведет страну к автократии, к прокси-российскому режиму. И очень умело, мне кажется, Зарабишвили, президент Грузии, назвал эти выборы российскими. Да, это типичные российские выборы. Ну а гражданское общество Грузии, оно должно сдать этот тест на европейскость. В свое время украинцы этот экзамен сдали на Майдане в 2013-2014 годах. Жители Республики Молдова тоже этот тест недавно сдали с крипом, но все-таки проголосовав на референдуме о внесении изменений в Конституцию Молдовой и закреплении евроинтеграции, 50,5% сказали да. Да, это очень хрупкое большинство, но тем не менее они этот тест все-таки прошли. Теперь очередь Грузии показать. Они понимают, что за грузинской мечтой стоит Россия или они не понимают и живут в своем коконе иллюзии мира и по сути страха войны, который посеянный был довольно-таки успешными политическими технологиями этой партии Бензина и Иванишнили. Ну вот первым грузинскую мечту с победой еще до официального объявления результатов поздравил премьер Венгрии. Он приехал более того сегодня с официальным визитом в Грузию. В Евросоюзе уже назвали, что это очередной сольной попыткой Орбана. Как думаете, зачем ему это все нужно, для чего он сегодня приехал? У нас минута. Ну, в визите Орбана не ищите каких-то таких, знаете, внешнеполитических целей. Это попытка с помощью государственного визита иностранного лидера перекрыть, возможно, некие сценарии, которые опасаются грузинская мечта и от оппозиции, потому что они не готовы отдавать власть. И в какой-то момент грузинская мечта должна будет принять решение. Возможно, если протестная волна разрастется, мы же не знаем пока о мероприятии, которые готовит оппозиция в полной мере. Не применение силовой силы и силовых решений, оно однозначно Грузию превратит в точку конфликта и внимания всего мира. И для того, чтобы погасить вот этот запал протестной активности, возможно, Кабихидзе, премьер-министр Грузии от грузинской мечты, они организовали этот визит Орбана прямо сейчас после... Вообще это нонсенс, такого обычно не принято. В стране меняется власть, не меняется власть. И, как правило, лидеры других стран ждут каких-то легитимных процедур и тогда совершают свои визиты. А это внезапный визит, который имеет скорее более пиар-цель, нежели некую дипломатическую основу. Ну, действительно, как говорят эксперты, очередное путешествие Орбана. Олег, мы благодарим вас за время, которое нам уделили. Олег Пастернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok